Тема сегодняшнего нашего доклада это так называемая некоммунитарная философия религии. Назвать его можно ЛСД, опиум и христос. Вот я придумал такое красивое, попсовое название для доклада. Значит, на протяжении прошлого года преимущественно и отчасти мы занимались исследованиями по философии религии определенного рода. Много что выложено в форме аудиофайлов, но это обычно где-то с конца, середины, еще чего-то. И никакой полноты нет. Поэтому я попытаюсь сегодня здесь вложить этот вопрос связанно и последовательно. Какой метод, который мы будем использовать в нашем построении? Здесь у нас повозглашена некоторая программа, которую я называю программой негуманитарной философии. Вообще говоря, термин негуманитарная я взаимствовал у великого русского писателя Виктора Олеговича Пелевина в позапрошлом романе, точнее, в серии его позапрошлых книг. А почему она не антигуманитарная? Она не гуманитарная. Потому что, естественно, научная теория, она не является антигуманитарной. Она является не гуманитарной. Здесь у нас не гуманитарная. Что такое гуманитарная? Гуманитарная – это то, что связано на игре и на упражнении словами. И в самом деле никто же не думает, что те рассуждения, которые Сократ и Платона проводят, что это все всерьез. В самом деле это совершенно все не всерьез. Это просто игра в слова. На 95% это игра в слова. Точно так же мы понимаем, что Ахиллес очень быстро догонит черепаху. И все аргументации, которые здесь есть у Зенона – это тоже игра в слова. Это проявление гуманитарного подхода. Точно так же мы понимаем, что, быть может быть, вся современная философия является комментарием на понях Платона. Но это является как раз проблемой. Это ее большая проблема, большая ее беда, что она комментарит Платону. Именно платоновское отлетворное влияние, оно и создало то, что называется гуманитарной философией. То есть, общее рассуждение, слова, представление о каких-то умозрительных понятиях, например, Бог – всемогущее существо. Бог что, действительно всемогущее существо? А может ли он создать такой камень, который он поднять не в состоянии? Ну, это вопрос, о котором в аргуманитарная философия относится совершенно серьезно. А с какой стати вы решили, что Бог – всемогущее существо? Почему вы со своим платонизмом и неоплатонизмом лезете в религию? Вот таким образом. Мы обратим внимание, что не гуманитарные дисциплины, скажем, естественно-научные, они к этому не стремятся, они не стремятся, не последовательно к чему. Классический пример – дельта-функция Герак. Когда мы знаем, что мы интегрируем эту функцию с любой другой функцией, то мы получаем значение вот этой той и другой функции в точке 0, если дельта от 0. С точки зрения современной математики, точнее, старой математики, а не современной, то есть математики 18-го, 19-го, первой половины, 19-го века, такого объекта существовать не может. Но Герак приспокойно себя ввел и приспокойно с ним работал. Потом появилась теория обобщенных функций, выяснилось, что дельта-функция – это не функция, а функционал, и все стало нормально. Я хочу обратить внимание в данном примере. Что, как бы, естественные науки, в отличие от гуманитарных, они не стремятся к постоянному игнорированному противоречию. Если гуманитарные науки противоречия – это означает, что двигаться в природе дальше нельзя. То для нас, для людей, благодаряющих естественно-научному, что им это совершенно не так. Естественно-научное свойство, в конце концов, к рецепту. К рецепту, как получить результат. Вылечить болезнь, овладеть новой порцией энергии, или чем-либо еще. Вот это естественно-научное. Поэтому естественно-научное не выдвигает некоторые гипотезы, которые совершенно могут казаться, с точки зрения своей предыдущей ситуации, даже противоречения. Вот такой подход. То есть то, что мы занимаемся, мы в том числе пытаемся создать не гуманитарную философию, то есть философию, которая находится за пределами платонизма и противостоит ему. Ну вот, игру в слова, вы можете, такой длительный, очень красивый игру в слова, вы можете увидеть у нас на сайте. Вот у нас 13 занятий, например, в этом году состоялось. Это вот такие вот у нас были игры в слова. Это образец гуманитарной философии. Мы занимаемся не гуманитарно. Вот это так. Это такое мое долгое и отдельное вступление. Какая, естественно, научная гипотеза, с которой мы будем следовать? Значит, я хочу сказать, что религия – это не некие отвлеченные рассуждения, о религии, о том, сколько чертей может оказаться на кончике ствола. Это не морализаторство, как часто понимают, что Христос – это был социальный философ. Ничего подобного. В этом смысле философия больше всего похожа, на то, как, не философия, точнее, религия, больше всего похожа на то, как она существует в Индии. Ведь Индия – это разновидность всевозможного рода духовных практик. Это способ, как в йоге, допустим, работать со своим делом. И это способ работать с психическим. Вот такой способ. Поэтому, как бы, религия буддизма, она очень сильно завязана на определенного рода психологическую практику. Эта психическая практика составляет лидро и содержание происходящего действия. И не только ничего прочего. Итак, значит, не гуманитарная философия религии. Речь идет о попытке конструировать определенного рода духовную практику, которая позволяет работать с миром и работать с нашими психическими. То есть религия – это не просто обычный вздох, как я иногда интерпретирую, это не просто какое-то мировоззренческое учение и невысоконарастное моральное тюррие, а нечто совершенно другое. В этом смысле можно сказать, что мы говорим о религии как о разновидности шаманизма. То есть шаманизм – это является именно то, настоящее содержание религии, а все остальное – случайные и совершенно ненужные наносы на них. И ничего более. Вот так. Простая схема, которую я хочу предложить и которую мы дальше будем следовать, она состоит в следующем. Мы предлагаем глинить наше сознание на две части. На наше собственное сознание, то, о котором говорит я, и как бы второе я или другое я. Оно состоит, что мы понимаем, что в первую очередь память – это способность забывать. Но именно во втором я, то есть в нашем добавленном сознании, то есть мы, грубо говоря, делим наше тело с двумя компонентами. Одно из них я, которое много о чем не знает и много чего не понимает. Это и есть мы, по сути. А второе – наше сознание дублёра. Сознание дублёра, которое очень может много делать вещей, которые являются совершенно чудесными. В частности, оно может управлять нашим телом. Мы же не можем нашим телом управлять. Я же не могу сказать, чтобы у меня сустав, допустим, тазобедренный перестал возрушаться. Я не могу ему это приказать. Я именно абсолютно над ним не властен. А вот оно над ним властно. И вот йога, например, одна из разновидностей – работать с собственным телом вот таким образом. Кроме того, есть один очень простой эксперимент, которым я постоянно на него соглаюсь. Он состоит, что берем маску, она может быть вогнутая или выпеклая. Делаем ее фотографию. Когда на нее смотрим, обычный человек, нормальный, живой, не может отличить вогнутый или вогнутый. Я не помню, что ему всегда кажется. Нормальному человеку, по-моему, он кажется всегда выпуклой. Для человека, находящегося под воздействием ЛСД, или человека просто больного, то есть для человека, у которого наша основная функция подавлена, он по фотографии может различить вогнутый от вогнутого. Мы видим таким образом, что то самое второе сознание, или сознание дублем, обладает большим количеством некоторых свойств, которые нам кажутся странными. В том числе отличает по фотографии выпуклую от вогнутой маски. Но с другой стороны, она не способна на многие вещи. Например, она не способна логически рассуждать, так как она может рассуждать наше сознание. Каковы его функции? Зачем оно как бы нам взялось? Скорее всего, это реальная система дублирования. Если действительно с нами становятся какие-то проблемы, то это самое второе Я берет на себя управление. Многие свойства вовлидаются паранормальными. Например, мы знаем, что Марк чувствует своего ребенка на расстоянии. Вот это второе Я, оно как раз и отвечает за этот режим. За этот режим и за много остальных других вещей. Вот это попытка деления нашего сознания на две составляющие. На первое, на Я, главное функции которого это скрывать. И на второе, которое, значит, оно включается в неких экстремальных ситуациях. Его цель, когда первое сознание скомпрометировало себя, пытаться спасти наше тело, нас самих. Вот оно в тот момент включается. Я не уверен, что они делятся так, как право-левое полушария. Что одно из них левое, а второе из них находится полностью вправо. Совершенно я в этом не уверен. Но в том числе эта гипотеза о правом и левом полушарии, она нет права на существование. Точно так же. Вот в этом оно, значит, как бы, наша такая скромная, очень несложная, некоторая, естественно, научная гипотеза. Так это двойственность по линии бессознательная-сознательная проходит? Я не уверен, что даже, что это уместно. Может быть, действительно, бессознательная-сознательная-сознательная. Или каждому субъекту принадлежит к этому другому? Не знаю, не могу на ответить на этот вопрос. Это требует подозначительного водоизучения. Быть может, это действительно, первое это сознательное, а второе это бессознательное. Но все равно, второе я всегда будет им указаться в качестве бессознательного. И еще такое сразуное, что, кажется, все мы шизофреничны. Но это же есть нечто, как раз, разделение личности. Да, да. Я хочу сказать, что, как бы, естественная ситуация, это разделение личности, разделение я на несколько вещей. Когда говорят о нормальном человеке, когда первое я полностью давит проявление второго. Когда основное сознание давит полностью проявление второго. Это считается нормальным человеком. То есть, когда у тебя есть жесткий диктат, тоталитарный диктат над вторым, то у тебя это, как бы, считается, что это нормальное. Но это социальное причем, как бы, инспирированное социальностью, на самом деле. Может быть, и социальность. Для социальности важно, чтобы это второе я, как бы, не высовывалось, потому что второе я, оно, как бы, неконтролируемо. Да, оно неконтролируемо, конечно. Оно по-другому совсем функционирует. Я хочу сказать, что есть очень простой, элементарный психический эксперимент, которому отсылают, называемый пальцевый сигналинг в ситуации эксеновского гипноза. Когда человек погружается в такой частичный, неглубокий транс, оказывается ситуация эксеновского гипноза, тогда можно, например, постараться вот это второе сознание с ним договориться. А именно говорить, что оно поднимает палец правой руки, когда хочет сказать «да», и поднимает палец левой руки, когда хочет сказать «нет». И таким образом с ним общаться. А почему нельзя ему задавать вопросы? А потому что наше первое основное сознание очень сильно связано с вербальной функцией. Если ты начинаешь с человеком разговаривать, то тогда у тебя первое сознание просыпается, наше основное, и полностью перевпатывается в управление. А здесь ты как успеешь, ты можешь вести беседу со вторым сознанием. Вот это ситуация, как вот пальцевый сигналинг. Ты можешь с ним разговаривать, не можешь о чем-то договориться, вступать в коммуникацию. Но этот опыт, который принадлежит гений Миттана Риксона, он такой, вот такой опыт существует. Я к этому опыту сейчас... Поэтому этому я есть. Это не просто какая-то данность придуманная, это именно логические данные. Да, есть это логические данные. Она в большом количестве психических экспериментов открывается, в том числе наиболее ярко, в ситуации пальцевого сигналинга, в результате Риксонского и Миттановского репноза. Вот она так, она открывается. Вот это самая вещь, о которой я буду говорить. Оно обладает... Говорил, что у нас есть некоторые вещества сущности, которые можно сказать паранормальными. Например, у нас есть там, во втором сознании, переживания тоже действовала со всем сущим, то есть другими людьми, в том числе. В этом смысле, что там есть некоторое феноменологическое ощущение Бога. Это феноменологическое некое ощущение. Которое у нашего, первого сознания, оно только вот как некая интуиция существует. У нас такого опыта, во всей его красоте и во всем прочем, его как бы нет. Теперь надо понять ситуацию, когда оно, вот это самое второе сознание включается. А в ситуации критические для первого. Когда первое, как я говорю, сознание себя скомпрометировало, и как бы его действия, они оказываются для субъекта, грубо говоря, опасны, саморазрушительны. Ну так часто боксер, допустим, теряет сознание фактически, он уже не может выполнять первым сознанием, но тут дело вступает во второе как бы, он провожает Бог. Вот в некой такой полуфильтованной, в каком-то таком полубессознательном состоянии. Но Бог он это провожает. Вот именно второе сознание, как сознание дублёк, в этот самый момент включается. Не, но во всех пограничных ситуациях, там каких-то экстремальных, это, это... Да, да. Во всех пограничных ситуациях. Его как раз главная функция состоит, в том, что включаться во всех пограничных ситуациях. Это как бы резервный... Говорят, что, ну, там есть же эффект замедления времени в такой ситуации, что якобы время замедляется каким-то образом, и ты успеваешь что-то сделать. Хотя на самом деле нереально было ты реагировал. Да, потому время это одно из важнейших пониманий субъективности, и понятно, что ты... Что как бы, когда у тебя происходит вот такого вот переключения с первого на второе, у тебя как бы и скорость протекания времени, оно тебе меняется. Субъективно. Оно меняется. Это правильно, тоже. Точное, точное, и правильное замечание. Ну, если понятно, что в стрессовых ситуациях, когда просто... Это первое сознание, а просто отказывается действовать. Ну, стресс, просто отказывается, и всё. Ну, руки складывают, и всё. А как же туда объяснять, это, кстати, шизофреник, который в кататонине находится, в которой они там ничего не делают, замирают, и всё? Я не знаю, как оно объясняется. Реально как оно объясняется. Просто это не моя сегодняшняя церковь. Но может быть, действительно замирают, это отключается. Это не важно. Но мы должны понимать, что у нас теперь есть чисто технологическая задача. Наша чисто технологическая задача состоит, что мы каким-то способом должны научиться включать первое сознание, которое блокирует доступ ко второму. Для того, чтобы прийти к нашему второму сознанию, сознанию дублёву, и получить все дары, связанные с ним. Ну, это слабые, экстрасенсорные возможности, а может, у некоторых и сильные. Это умение, может быть, даже предвидеть будущее. И это, наконец, понимание мира несколько иначе. Я говорил, что совершенно не обязательно, что то понимание мира, которое есть, я на примере Маски вам рассказываю, вы по-клубу его издавляете Маски, что то понимание мира, оно может быть точнее и правильнее. И там есть определенного рода экстатического переживания. Экстатическое переживание состоит в том, что в этом смысле у нас получается, что у нас возникает некая полнота. Если в первом случае, когда у нас есть первое сознание, мы говорим о нашей жизни как в ситуации страдания, потому что мы раздевлены сами собой, то когда мы приходим ко второму сознанию, там есть некоторая ситуация наслаждения. А ситуация наслаждения, она проистекает от того, что мы как бы адресуем, соединяемся с самим собой. Мы перестаем жить в ситуации этого конфликта. Эту ситуацию в этих эсенциальных категориях как наслаждение вполне можно описать. Я так думаю. А как ты же говорил раньше, что второе сознание является каким-то детским, что оно поднимает метапористическое. Да, да. Одно для него равно другое. Я сейчас говорю, что скорее всего, исследования, по крайней мере, показывают, что это уровень обычно трех-четырех лет развития человека. Тем не менее, там и мир там вполне, и наслаждение там. Да, мир и наслаждение, все это есть, но при всем при этом, с точки зрения логики, это скорее всего, у большинства людей, по крайней мере, ему три-четыре года. У нас ведь есть такие замечательные вещи, как диссоциативное устройство личности. Оно состоит из определения какого-то стресса, принято думать, что это для никакого стресса. Человеческая личность распадается, и любой человек, и потом психиатр, может найти несколько человек, живущих как бы наряду вместе с одним человеком. Рекорд около ста был в Австралии за рейс-приемом. Обычно таких личностей 15, среднее количество. Подавляющие из них, это дети трех-четырех лет, иногда семей, иногда восьми. Мне правильно, когда-то полгода, или год назад, указали, что возможны люди, которые наоборот, что их второе осознание, не второе дублё, может быть гораздо богаче, интереснее, сильнее, умнее, чем первое. То есть такая ситуация есть. Но обычно, обычная ситуация, у нас есть богатая сложность, богатый внутренним миром, умное, основное осознание, рядом с ним живет ребенок трех-четырех лет. Не, ну важно, а почему же у него способности выдающиеся такие? Как это объясняется? Просто факт? Да, это просто у него факт, да. Просто у него... То есть на самом деле вся культура, вот эти способы логического размышления, способы реагирования, переспособления, все это не нужно, что ли, получается? Наоборот, это все как раз нужно. Именно прогресс и стал возможен тем, что всякую вот эту чушь, которая у него там хранится, от него отказались, от ощущений, предвидений, там всякого прочего, и начали заниматься логикой. То есть все его богатства, которые были, они часто мешают человеку его жить. И как только их удалось отключить, то и тут же возникло определенного рода произошло. Все стали одинаковыми, да? Да. Логика, она же, логика, вот умение рассуждать. И логика, это громадное достижение, которое гораздо больше, чем те богатства, которые обладают он. 3-4-летний. Это нам так кажется. Мы просто настолько привыкли уже к логике. Ну, это примерно так, как мы можем обсуждать и видим, таракан ползет по стене. Но согласись, что это понормальное явление, ползать по стене. Мы же на это не способны. Но с точки зрения таракана, который ползает по стене, наше умение обращаться с бытовой техникой, владеть электричеством, чем вручок, тоже выглядит определительно паранормально. Вот это так. И нам наши вот эти возможности, которые они есть, они нам тоже кажутся удивительными и паранормальными. Но по сравнению с умением оболчаться с электрическими приборами и с электричеством, все это фигня, все это чушь. Электричество гораздо важнее, кажется. Согласитесь, что электричество гораздо важнее. Так, а святые вот эти всякого рода шаманы, как ты говоришь, они как раз умудряются найти путь, каким образом можно восстановить это предыдущее явление? Да, они туда ухитряются к этому образом прийти. Я же говорю, что у нас есть теперь задача, как диктат первого сознания отключить, для того, чтобы прийти к богатствам второго сознания. Как его отключить? Это ты имеешь в виду как бы именно технологию? Да. Вот вопрос. Мы занимаемся не гуманитальной философией, и мы ищем технологический ответ. И технологический ответ такой есть. Его действительно можно отключить. В ситуации сильного страдания, то есть, когда тело чувствует, что его первое сознание перестает удовлетворять, один из них, я его называю русской йогой, почему-то, когда первое сознание перестает его, когда субъект понимает, что первое сознание себя скомпрометировало, нам на помощь оказывается приходит вот это второе сознание. И мы обладаем сильными его свойствами. Таким образом, ситуации так называемых мучений, и мы действительно видим, что первые христиане именно этим занимались. Они не спали, они не ели, они совершенно над собой какие-то совершенно страшные вещи, то есть, носили вериги, например. Они были столбниками, стояли на столбе, и постоянно были непоклонны, и так далее. Это, на самом деле, за ними не скрывается ни ничто, никакие гуманитарные рассуждения, а одно очень простое. Сделать такой ситуации, когда первое сознание у нас скомпрометировано, оно у нас отступает, и на смену ему приходит второе сознание. Вот это то самое второе сознание со всеми его дарами. Таким образом, мы видим, что столбничество, мученичество и все остальное являются способами такими технологическими, типа йоги, достижения вот этого своеобразного просветления, когда первое сознание уходит, и на смену входит второе. В самом деле, мы видим, кроме того, культ так называемых юродивых. Кто такие юродивы? Ну, с точки зрения современного нормального человека, они дурачки. Но что значит они дурачки? Это означает, что по каким-то функциям, как обычно в этапе природным, у них вот это основные функции нашего первого сознания базового повреждены. Но тогда в дело вступает наше второе сознание. И вот оно-то оказывается со всеми своими дарами сюда и приходит. Отсюда в христианстве культ вот этого самого второго юродивых, то есть вот этого самого второго сознания. Мы видим таким образом, что мучественничество, столбничество, пост и всего островного рода подвижничества оказывается у нас технологическим способом достижения и ввода вот этого самого второго сознания в сферу нашего опыта. И это ты считаешь подобно шаманизму? Да. И это очень похоже подобно шаманизму. То есть собственно ты когда говоришь про шаманизму имел имел в виду именно это. Да. Отчаясь. Некую практику скорее. Это некая практика. Но шаманы они лучше чем столбники и кучи. Почему? Потому что мы можем делать это при помощи поводового рода упражнений. Например всю жизнь проведя на столбе на маленьком пространстве при кулоне практически не спя и так далее. То есть со мной стороны тело убить нельзя понимаете такого состояния чтобы достигнуть этого самого просыпления. например Александр Свеслий у него был длинный пост что-либо там еще чего-то он вообще был подвижником. После этого он считается что взрел если человек к которому пришла не только поговорить даже не месячный это же годичный может до десятилетиями да и стол и стол и стол и стол и стол жили все десятилетиями шаманизм это все жизнь и бывает никакого результата на самом деле бывает что да и это тоже правильное замечание что действительно бывает никакого результата а бывает что есть результат поэтому действительно если мы возьмем первых христиан то это пещеры целые пещерные города полные подобного рода подвижников я не думаю что хотя бы если каждому десятому из них удавалось достичь такого рода просветления то есть отказавшись от первого прийти ко второму это первое при этом присутствует и оно может интервью я должен объяснять что может быть они не понимали что они интуитивно занимались я вполне думаю да теория христианская почему они 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 не не понимают да да они не александр свинский я думаю что получил большое количество всевозможного рода даров при этом для него о чем больше говорился и больше рассказывал это явление троицы безусловно всей троицы сразу хотя бы я думаю что происходило очень много разных вещей ну и Богород съеврался да но я думаю что они при этом обладали определенного рода властью безусловно вполне возможно что они умели воздействовать и работать с эгрегорами вполне возможно то есть это было кроме того определенного рода технологии это только гипотеза я представляю как насколько это дико звучит что столбик доходя до ситуации определенного рода просветления мог оказывать влияние на весь мир путем работы с эгрегорами это очень сильный тезис но давайте я хочу сказать что почему шаман круче но ведь есть уже у нас не только способ самоистязания то есть мучения эрозглоти таким образом у нас есть и способ работать попасть в этом ситуации при помощи воздействия всевозможного рода психотропных веществ какими психотропными веществами это как правило глюны полицинодина это как правило что-либо ну это мухомору допустим у наших шаманов всегда кто медикаментурным способом при помощи фармацевтики мы можем уметь отключать первое сознание того чтобы овладеть дарами второго сознания вот такова ситуация такова практика и мы действительно понимаем технологический способ нет они религиозные технологические за этим не стоят какие-то субъекты ангелов демонов скорее всего не стоят хотя вполне возможно что у психики есть ангелы демонов просто им надо описать что они есть что это такое с них снятие налет мистики как электрон электрон же он есть когда-то это был нервнолет феномены такие есть но просто понятия описать их правильно да они описаны как бы примитивно потому что им даны понятия субъектности надо их описать исходя из того почему они состоят как финальная надо посмотреть может действительно субъектностью обладают какой-то может действительно живые существа кто его знает может быть вот сейчас эта комната полна ангелами демонами всякими живыми существами они вокруг меня собрались и слушают и слушают может быть а может просто никого не сделаются но поскольку я обладаю ситуацией вот этого нашего первого сознания я научился их игнорировать ну как вот ребенок допустим он рождается в стране европейской культуры и он с детства еще 2-3 года учится игнорировать у звуков их тональные различия ведь для китайца ли ли это два разных слова для нас ли сон это одно и то же то есть от тонна независим еще считается что в греческом языке и в латинском языке точно так же важна была длительность не обязательно длительность я говорю тонн выше-ниже а у них важна длительность а мы же ведь даже устранили уже июнь и мы живем в этом мире для нас тонн не важен мы так вот нас тренировали свое первое сознание что нам тонн не важен и нам длительность не важна для нас это одно и то же развещено различным тоном а для китайца немалайца это разные слова слово ли ли это для него как бы два разных слова одно имя второй фамилии ли ли для нас это не так ли ли чего тут чего тут мучиться это вот точно так же вполне возможно что их вокруг у меня толпы я здесь сейчас сижу и просто я так натренирован и так устроен что я их принципиально не замечаю кто их знает но это конечно только гиполизы скорее всего никого нет но вот так таково ты сейчас как бы отклонился в том смысле что все-таки это опять же гуманитарное наступление на самом деле да это гуманитарное наступление это наступление было единственным гуманитарным да потому что мы же говорим о технологии говорим о феноменологии технологии и очень важно понимать что мы эту ситуацию по помощи использования всевозможного рода грузиногенов это может быть ляма специальная как это в мазонке делается это грибы мы можем достигать этой самой ситуации без вот этого ситуации источническое имущество, которое принято в русской йоге и в собственном христианстве. Но я глубоко убежден, что ни одна религиозная практика, если она настоящая практика, никогда не обходится без психотропных веществ. Какие же вещества психотропные связаны с первым христианством? На самом деле, если мы на них посмотрим, то выяснится, что у них были так называемые пасущие силы. Люди, которые не ели обычную пищу, а собирали только злаки прямо с полей. У столпничества точно так же. Бралась пшеница, она разбивалась, раскатывалась, потом с мукой. Это получалась некая грубая такая мука, просто ручную сделанную. Смачивалась водой и таким образом употреблялась. Бесиническая обработка. Что мы знаем про пшеницу и про рожь, и про все остальные злаковые культуры? Что они заражены, как правило, грибком, так называемой спарнией. Там есть некий комплекс грициногенов туда входит. Но для нас наиболее интересно, что именно на почве спарнии впервые была синтезирована ЛСД. ЛСД, который является универсальным клюнчиком к тому самому психическому потустороннюю. То есть ко второму сторонам я. По большому счету, совершенно нечаянно, эмпирическим путем, мученикам и первым христианам удалось подобрать, помимо определенного духовной практики, удалось подобрать некий фармацевтический ключик к другому новому миру. То есть вот такова, значит, она... Ну не только спарния же, но он рассказывает про опиум. Вот это вторая часть. Лауданом там, Лауданом. Я уже об этом тоже сказал. То есть если это первые годы христианства, то это спарния. Любая религия, я говорю, связана с определенным грициногеном. То есть все это спарния. Ну я думаю, Канабля здесь была. Более поздняя ситуация, то по всей видимости, они перешли на нечто более интересное и более эффективное, чем, безусловно, Белосопы. Есть большое подозрение, что до конца XVIII века то, что Лаудан, так называемый, курили в храмах, это, грубо говоря, был просто курили в храмах. Совершенно понятно, что после этого с людьми происходили всевозможные... С Сипаненко он это доказывал. ...неудивительные чудеса. Но ты пришел в храм, тебя оборудили, значит, таким образом, и очень понятно, что с тобой могут случиться всякие чудеса. И самое главное, спасали от большого количества болезней. Ты приходил на своих храмах, там происходила вот работа до тропиума курения, и ты... И у тебя проходили боли. И у тебя проходили боли. Происходило чудо. Это было совершенно технологическое, понятное следствие христианства. В этом и состояло, по всей видимости, сути любого христианского тайства, попроящегося... Но есть еще версия, что пляска святого вида тоже под воздействием на ходе... Тоже нет. А не является болезнью. Тоже есть. Что произошло в 18 веке? Почему решено было от этого отказаться? Мы вспомним, что в октябре той же Руси алкоголизм, то есть потребление спиртных напитков, искусственно наслаждалось. А до этого были так называемые чайные дома. А чайные дома это, по сути, только опиум во опиуму курения. Что тогда, как произошло? Это я основное делаю предисторикам, которые должны это сделать. Но все это дело изучить более-менее по-другому. Но если мы говорим о первых веках христианства, то фармацевтическая практика, которая нужна была для соответствующей психологической практики, основывалась, как правило, на аспаренье, по всей видимости. Потом произошел определенный прогресс, поле и переворот. И она стала оказываться на опиуме. Но я хочу сказать, что действия у них очень разные. Что опиум совсем не является ключом в другой мере, как и героин. Не является, да? Не является. Он не является. Он действительно выдает... Есть просто исковедь опиума, но... Героин это как бы один из компонентов опиума. Ну, вот любая опиумная группа. Не, ну просто есть такой трактат, называется «Исповедь опиума манной», и он там рассказывает о своих видениях. И там очень много галлюцинаций. Галлюцинации есть, но там действительно галлюцинации, в отличие от ЛСД. Ну и нигде есть. А в ЛСД не галлюцинации, что ли? Ну, я считаю, что нет. А, просто открывается новый мир? Да. Вот. Как раз конец середины 18 века и получилось таким образом рассветом гуманитарной философии и религии. Все духовные практики, связанные с употреблением... Ну, сейчас же, в современной цепи, например, русское православное, к стопничеству и восстановому мученичеству относятся не очень хорошо, как даже сказал отрицательно. Точно так же была уничтожена вот эта самая политика использования Влада Нидера, кем он появился. Однако, мы видим, что в неком определенном роде гуманитарных рассуждений мы оказываемся в ситуации сформулировать некоторую теорию, естественно, научную теорию религии, которая, мне кажется, оригинальной. Может быть, я плохо образован, пока не вижу, что кто-то всю религию пытался свести вот к такому естественному сути. Независимо от конфессии, независимо от учреждений, независимо от каких бы концепций, да, как бы это совершенно не важно? Совершенно верно. Но есть же самое религиозное учение. Нет, оно ведь не то, что есть феноменология религии, а у кем он построен другую вещь. Да, религиозное учение, оно случайное. Согласись, что если есть опыт, ты можешь любую теорию построить, ну много теорий, по крайней мере. Ты понимаешь, что ты, например, делаешь очень много вещей, ты постишься в 3-7 день, выправляешь какие-то вещи, то ты ешь, то ты не ешь, не ешь свинину. Но между делом, скажем, да, ты раскатываешь, вот, разбираешь это зелёно, раскатываешь его, камнями разбиваешь, замачиваешь и в такомовом ешь. Тогда у тебя большое количество тех правил, которые написано на сотни страниц, которые ты выполняешь. Они не важны, а важно то, что ты в этот момент употроняешь спорня. Ну, типа исихазмом, а значит молчать и кушать спорня. Да. Что вот это как бы существенно. Так же все религии между собой, они различаются, они между собой различаются, у них есть теория между собой, проламывают голову друг у друга, сжигают себя в срубах, что-либо еще, но у тебя, в каждом из них есть некоторое вот такое, некий вариант, который дифферентен к их содержанию, но который реально существенный, как того, что ты включаешь утюг в розетку электрическую, он нагревается. И сколько надо есть испоренить, чтобы создать имя славя, где Бог не имя, но имя Бог. Очень мало, ты не поверишь. Нет, а под это дело как-то получилось, тут была определенная духовная практика, переживание, в один прекрасный момент она столкнулась с неоплатонизмом, и очень сильно от этого пострадал. То есть неоплатонизм совершенно не пострадал, а вот эта вся штука, она сильно пострадала. И эта гуманитарная тенденция, она развивалась и развивалась, и в конце концов было сказано, что вот то, что я называю позитивным содержанием, то есть содержанием шаманизма, которое присутствует в учении, оно совершенно несущественно, то есть естественно научная часть, а и возникает такое некое гуманитарное учение. Но это связано еще, как ты правильно начал, с утерей, вот этой связи с первым субъектом, да, потому что все эти, ты же как бы связь с находниками-то не объяснил, находникам связь именно та, что она позволяет отключить, ну ты говорила, отключить первую и вернуться ко второму. Да. И вот чем больше мы теряли связь с этим вторым, да, чем больше мы понимали, зачем оно нужно, и чем больше, более того, наука доказывала, что оно и не нужно, да, и практика наша культурная и социальная доказывала, что вот можно жить разумной жизнью, и начался век просвещение, и все стали грезить тем, что разумом можно все исправить, все наладить, все решить, тем больше вот как бы все эти практики вот отступали и так, это, вовне. Да, но, скорее всего, существовало трудового ввода заговор, даже, элит, может быть, ну вот, решено было вот это отменить. Заговоры элиты, я считаю, что было, я думаю, что именно в 60-х годах было запрещено использование ЛСД, которое до этого было совершенно свободно, я решила именно шла заговоры элиты, то есть элиты европейские, в том числе наши, об этом договорились. Но даже более того, есть же простые, как бы, средства, типа, там, зеленое-то средство, как оно называется, настойка какой-то травы, там, который еще в серебряный век у нас принимали, как оно называется, да, не помню, но настойка, зеленая настойка какой-то травы. Не знаю, я не знаю, я не знаю, что такое. Она тоже просто апелляционно генная, как Наталья, она маленькая, и его тоже, даже его запрещали. Ну вот, то есть вот, вот, таков, например, она росла. Ну вот, я все это... Ну еще, ты как-то все просто свел, как бы, опять же, наркотикам, а делишь еще колотропное дыхание, ты как-то отхожешься. Да, колотропное дыхание есть, да, много, существуют другие техники. Но я хочу сказать, что техника, когда тебя распинают на кресте, и ты долго на нем бесишь, по сути, это такой кровавый и сложный технологический способ достигнуть той же самой ситуации, которую достигаешь при помощи колонного дыхания или приема ЛСД. То есть, кем эти деньги пишут по поводу тибетской книги Милатова, что, как бы, типа того, что... Не, но йога же тоже, как бы, достигает. Да, йога, йога, но йога ты не то достигаешь, скорее всего. Скорее всего, с йогой ты... И, возможно, что ты учишься, опускаешься на огромный уровень... В настоящей йоге же есть контроль собственного сознания, как они это утверждают. Ну, да, может быть. То есть, все эти упражнения, это просто способ, как бы, продвинуться вперед. А на самом деле, речь идет о контроле собственного сознания. Ну, скорее, это... Ты опускаешься на уровень некоторые, не в сторону йога, как я говорил, а опускаешься на уровень некоторые, вот это йога. Ну, я просто не специалист. Не, ну, просто я к тому говорю, что не надо сводить всякого рода технику к каким-то, ну, скажем так, наркотическим средствам, потому что это бы действительно выглядело бы, как пропаганда наркотиков. Вопрос идет не об этом. Говорят, что много путей. Шаман, допустим, он же наркотики не принимает, но он, может, накурит. Наркотик всегда принимает. Не, ну, у него же есть скамлание, это что-то... Ну, да, да, это... Ну, тоже такая... Не, а вот, а бег по кругу, раньше я просто считал способ. Ставались, когда бились в круг и бегать по кругу, и они до сих пор существуют, уидейцы там, да, бег по кругу, и в этом беге по кругу просто, без всякого принятия наркотиков, тоже что-то совершается. Они входят в транс, да, определенного рода. Да, коты у всех есть. Не, ну, просто есть разные практики. Эту практику человек интуитивно понимает и как-то пытается найти. И, конечно, на разных территориях эта практика достигается разными примерами. Грибами, там, кто нашел грибы, там, трав какая-то, там, хамварь. Разные способы, но самые-самые вагварские, самые жесткие по отношению к человеку... Самые стезания. Самые стезания, вот это мученичество, и столбничество, это самый вот кровавый способ до туда дойти. Это самый-самый, самый-самый худший. Ну, вот сам, самый-самый такой болезненный. Ну, тем не менее, он существует. Очень важно понимать, что сегментарное знание, это учение и что-либо еще, по своему, вот с этой практикой, которую я описал, выглядит в качестве какой-то совершенно бессмысленной, ненужной добавки неоплотонической. Что суть религии, как мы здесь пытаемся показать, состоит совершенно не в этом. И таким образом, мне кажется, что нам тут всем дружно удалось построить некую новую оригинальную естественно-научную теорию религии. Единственное, что кому-то оно может показаться немножко хулиганской, надо бы можно так говорить. Потому что, знаешь, в академических кургах я сомневаюсь, что кто-то может проповедовать такие идеи. То есть ты сказал, что она является негуманитарной, но даже, в принципе, предположить, что кто-то осмелится утверждать на самом деле, что есть некая феноменология, и эта феноменология держится на простой практике какой-то, и безотносительно концепции. Я вряд ли думаю, что кто-то согласится, что это именно так. Ну да, никто не согласится о каких-то среде, но это на самом деле так просто, я хочу сказать. Не, ну просто если вдуматься, и в Дельфах же ведь тоже, они же древние античные люди, они же доверяли очень Дельфийскому Оракулу, хотя только понятно было, и они сами это понимали и знали, что тут вдыхает какие-то поры. Причем эти как бы Дельфийские Оракулы, они же недолго жили там, потому что поры там были очень недовитые, и тем не менее они доверяли тому, что он говорит Дельфийский Оракул. Потому что экспериментально было показано, и вот это описано, что действительно в ситуации предсказание о будущем. Да, эти предсказания были действительно предсказаемыми, конечно, в завуалированной форме, иногда над этим издевались, но тем не менее некоторые странные вещи говорили. Да. Например, мудрость Сократа о том, что он должен познать самого себя, как бы даже Дельфийский Оракул объявил, а не он сам как бы додумался. Да, это тоже, тоже, тоже. И вот с этими догами, которые были у того сознания, в общем, человечество научилось охотиться совершенно. Научилось за ними охотиться, тогда умело этого и достигало. Ну опять же, вот эти Дельфийский, вот то, чем занимался Ницше, пытаясь сравнить, вот и был, он же сравнивал два вида, два способа, как бы, отношения к реальности. Вот был аполонический образ, да, вот как раз тот образ, который ты говоришь первого сознания, да, который, образ, в котором есть рациональность, строй какой-то, мерность и прочее. И был Дельфийский строй, да, другой. И для того, чтобы войти в этот другой Дельфийский строй, люди собирались, и как бы вот в некой пляске, в некой, как бы, безобразном поведении, там, упитие вина, там, и прочих каких-то, видимо, там, неизвестных средств, там. Они вот шли, да, и могли совершить совершенно невообразимые вещи, да, и причем это считалось, Дельфийский праздник, это официальным праздником, считалось это священным праздником. Я просто к тому говорю, что даже опыт древних народов показывает, что вот это вот развлечение двух вещей, да, о которых ты говоришь, и некая дикость, ну, дикость с точки зрения аполонического начала, то есть с разумного, с точки зрения нашего современного сознания. Есть некое внутреннее какое-то, да, вот такое сознание особое, в котором, как вот ты говорил, про восторг, вот этот, про божественность, да, это же все как раз характеристики дионистического начала. Они же как раз действительно входили в такой экстаз при этом, да, они входили в какой-то такой транс, который именно характеризовался именно как счастье. Да. Как бы недостижимое никаким способом через вот эту вот размельность. Да. Всякая размельность, она просто разрывалась, как бы, да, вот, об этом Ницше и Шопенгауру пишут, что вот это покрывало Майя разрывается там, и перед нами предстает вот эта реальность, как она есть, да, без всякого рода этих, без всякого рода понимания того, что представляет собой космос. Ведь космос – это нечто, как бы, скрывающее реальность, да, потому что космос, он изначально, это слово происходит упорядоченность. Вот некая есть упорядоченность, и мы живем в этой упорядоченности. Она социальным образом детерминирована, да, потому что для социальности нужно, чтобы был некий порядок, некая иерархия, там, допустим, некая размеренность. А вот эта денисичность, она же вносит хаос. Это вот, вот, постоянно есть боязнь этого первобытного хаоса. Все же произошло из хаоса, вот есть некий первобытный хаос. То, откуда мы произошли, то во второе сознание, второе детское, оно есть, на самом деле, некая хаотическая вещь. Понимаешь, она дает нам жизнь, в том смысле, что дает, это для ощутить нам полноту, как ты говоришь, там, и божественность. Но, с другой стороны, для социальности это просто хаос. Вот ведь в денисическом порыве эти вакханки, там, они же разрывали людей просто на части. И набрасывались людей, и разрывали их на куски. Причем это считалось вполне, ну, допустим, такая история, рассказанная об Орфее, да, на Орфее напали, как и разорвали. Да, это очень важно. Просто по всем вот этим практикам, которые были, денисических, надо внимательно на них посмотреть. Но мне вот тоже, я с Бладом здесь соглашусь, в том смысле, мне кажется, что с подобного рода подхода, с подобного рода практик, типа денисических хогий, можно много еще понять. Но даже сейчас, если думаться, на самом деле, мы живем уже, как бы, на некоторой грани, у нас вот есть некое поведение девиальное, да, как бы, например, сексуальные перевесии, там, всякого рода сексуальные, там, ну, групповые какие-то, ну, там, скажем, это общение, как сказать, сношение, и прочее, и прочее. То есть есть некая, вот, как бы, граница, да, вот этого поведения нашего. Вот мы есть обычный, мы живем в организованном мире, в котором все это скрыто же ведь, на самом деле. А вот есть некая подоплека всего этому, да, и это тоже часть жизни. Об этом, кстати, очень много пишет этот Баатай. Он говорит, на самом деле, что вот этот размерец, на самом деле, не определяет человека, человек определяет некое безубежность. Да, и вот эта вот трата какая-то, знаешь, вот, как бы, вообще наше сексуальное отношение, это всегда отношение траты. Вот мы, как бы, накапливаем не для того, чтобы накопить, а мы накапливаем для того, чтобы истратиться. То есть вот эта вот трата, она больше определяет человека, чем любое накопление. Потому что в этой траке есть какое-то веселье, безудержность, раздолье, какая-то жизнь. Если посмотрим на литературные персонажи, даже на нашу литературу, мы симпатизируем именно таким каким-то транжиром. Допустим, если взять братья Карамазы, у нас есть персонаж Иван, он какой-то скованный, с точки зрения западного, философского персонажа. А есть персонаж Иван, и он такой безудержный. Дмитрий, Дмитрий, неправильно говорю, Дмитрий. Он же безудержный такой. Вся сама жизнь показывается, как какая-то широта. Которую он где-то крайности, с одной стороны, может убить, а с другой стороны, он может все простить. Он может потратить кучу денег. Я как раз думаю, что это как раз разные спекты первого самого сознания. Ко второму, я думаю, не Дмитрий, не тот, к чему описывает Батай, не имеет никакого отношения. То есть это просто первое сознание вот так устроено. Он иногда и тратит, и у него и безудержность есть. Но это всегда первое сознание. Нет, ну просто тогда не очень понятно. А как второе возникает? Понимаешь? Дело в том, что это безудержность, она же неразумна. Но неразумно тратит. Вот неразумно, например, пойти в кабак, условно говоря, и там все пропить. Неразумно. Достоевский пописывает ситуацию. Какой-то подросток поехал как бы покупать что-то там куда-то в город. Но у него была какая-то мечта, и он поехал в какой-то трактир, и все, все деньги у него были, он там промотал. А утром застрелился. То есть вот неразумность ситуации. Это что такое? Ну вот эта неразумность, я думаю, то, чего говорит Достоевский, как раз к нашему второму «я» и собственно к тему доклада… То есть это все-таки ничего не то, да? Я пытаюсь как бы какие-то мостык помогать. Нет, это очень важно, очень важно. Действительно, мне казалось бы, можно понять таким образом, да? Вот теперь можно сказать, что это не так. То есть вот через этого самого подростка и через Дмитрия Карамазова путь вот к этому трансперсональной практике, которая находится в основании религии, она не лежит. Поэтому как бы Достоевский все время говорит о религии, но всегда прям промахивает с ней. Он всегда находится в рамках, как и Иван Федорович Петрович. То есть просто, иначе говоря, есть различные возможности, и они в смысле рациональности первого сознания, они просто осуществляются. Ну здесь есть одни люди, есть другие. Да здесь ничего такого особенного нет. Ничего такого нет. То есть то самое второе сознание, оно вообще специфическое. А поэтическое творчество? А поэтическое творчество, как раз я и хотел вспомнить один из наших семинаров, я и высказывал некоторую гипотезу, что как раз у нас, смотрите, есть наше основное как бы сознание, и оно все вещи существенные, оно тоже их блокирует. Оно работает таким образом. А через сложность гипербола и метафоры, и всего кончего, мы прорываем, потому что оно сложное, первое сознание не может его заблокировать через сложность вот этой метафоры, мы прорываемся к нашему второму сознанию и начинаем исполнять как бы стихотворение для него. Если все очень просто, все предсказуемо, то первое сознание, оно блокирует. Сложность поэтической метафоры, она как раз в этом и состоит, в том, что вот эту блокаду прорвать. Поэтому, чем человек духовнее уточнен и умнее, тем более сложные поэтические образы надо для него использовать для того, чтобы он получил наслаждение. Блаженны нищие духом. Молитва опять же к этому относится? Думаю, да. Именно поэтому не важно молитвы какие слова, а можно даже повторять одно и то же. Ну нет, видишь, так же у тебя есть из поэзии, тебе казалось бы, не важно какие слова, повторяешь, умопадмахума, еще повторяешь, повторяешь, а это не так. То есть ты должен, должен порываться. Ну нет, я не знаю. Не, ну вот это Иисусова молитва. Казалось бы, странно, что с помощью Иисусовой молитвы, да, он же не Бога умаляет, а просто сам изменяется. Есть же такие практики, где Иисусу молитва считается многократно, там, две тысячи раз, десять тысяч раз, да, просто постоянно не прерыв. Я думаю, что из них что-то происходит. Я думаю, что вот Иисусова молитва, она разновидность вот этой самого камлани-шамана. Когда человек пьет в губен, и через викторию входит в некое вот такое, в такой транс, и выхождение по клубу. Дело просто в том, что, опять же, в восточные практики, там, индийские какие-то, там же вот, там, это Кришна-идизм, да, как там, там же тоже простая, как бы, молитва, да, вот, Хари Кришна. И она тоже повторяется бесконечно, там, и опять же, что-то изменится. В транс, да, в транс изменяется. Может быть, вообще не важно, какая молитва, достаточно повторять какую-то, ну, фразу, да, там, очень долго. Вот здесь надо разбираться, надо разбираться, в одно ли они состояние сделаем. С одной стороны, понимаете, да, разницу? Одна простая молитва, то есть одно и то же повторять, скажем, ритмированной строчке. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот это такая штука. Это ещё и шаман. Бум-бум, чмок, чмок, чмок. Я неへ к тому, чмок, чмок и ты входишь в эту вот, эту ситуацию, с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть поэтическая, когда, для человека продвинутого и духовно развитого, ему нужны стихотворение Манджрштама, чтобы тоже выйти в ситуацию определенного, вот, également экстаза. А там, работа с языком и это метафора, она очень сложная. Есть проект, который представлен у нас тоже на сайте, Сергей Шестаков. Чем он знаменит? А тем, что у него очень сложная структура, у него очень сложная ритма. У него тянется, тянется, тянется. Ты уже забыл? И вот тебе на пятой строчке, через пятьдесят и шестятый, приплала ритма. И от этого экстаза. И эти практики я не могу сейчас, я обязательно подумаю, их сравнить между вот этой простотой убиения в губе и простотой обычного стиха. Тын, 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 тын. И вот этой сложностью стихотворения, которая есть у Сергея Шестакова, или сложностью к метафору или гиперпол, которая есть у Василия Шестакова. К одной ли они духовные практики апеллируют? Или к разной? Я на это не могу ответить. Это, кстати, очень важный вопрос. Ну, ты вообще-то каким-то образом весь платонизм и всю философию отбросил и сказал, что достаточно использовать некие технологии. А теперь возвращаясь к тому, что какая-то технология все-таки есть. Ну, есть это какая-то все-таки, какой-то платонизм все-таки есть. То есть важно содержание. Ведь казалось бы, ритмизированное действие. А после содержания получается, что и... Ведь смотрите, как... Теперь важна форма. Нет, нет. А теперь получается, что и содержание. Нет. Содержание совершенно не платоническое. Да какая разница какого? Ну, вот, например, психоанализ, да. Когда маленького ребенка, либо ему было очень больно, либо его, например, изнасиловали. Но взял основное сознание, об этом забыл и не помнит об этом. И все эти штуки, которые с ним происходят, она к этому и блокирует все попытки сделать. На самом деле, вот в этом есть невроз, сущность его как бы жизни, его бессознательного. Вот там изнасилование или что-либо еще. Ну, психоанализическая ситуация. Ты через блокаду вот этого самого основного сознания, чтобы с ним работать, ты должен таким образом порваться. Ну, вот эта ситуация энереза, будь то у Хеллингера, будь то у Эриксона. Она состоит в том, что мальчик или девочка описывают в постель, когда спят. И никак это пояснить, это, грубо говоря, нельзя. Почему? А потому что ты не можешь поговорить вот с тем вторым сознанием, которое за это отвечает. У тебя все подходы к нему блокируются первыми. И Хеллингер предлагает простую сказочку. Ну, типа того, что пошла эта девочка с пилоснежкой семь гномов, а потом видит, значит, это вода течет. И вода сквозь крышу текает. Тогда она взяла кусочек этого кровли, молоток, лесенку залезла на эту штуку, на крышу и заделала. Ребенок, говорит Хеллингер, замирает, начинает от тела сушно, понимает, что ему помогает. Таким образом, путем вот этого метафора, вот этой сказки, ты обходишь блокирующие ситуации первого сознания твоей, для того, чтобы начать вступить в коммуникацию со вторым. Вот так Хеллингер говорит об этой ситуации. Эта ситуация классически не платоническая, не психоаналитическая. И вот такая простая сказка, о которой говорит Хеллингер, она позволяет вам помочь ребенку справиться с энурезом, допустим. С умением приспособить. То есть все-таки содержание какое-то присутствует? Просто это содержание, оно такое, как бы... Да, оно вот такое своеобразное. Не гуманитарное. Да, не гуманитарное. То есть ты, как раз, блокирующую функцию первого сознания, ты должен обойти. Сложность надельштановской работы с языком, быть может, я говорю, это попытка обойти вот эти самые блокирующие ситуации первого сознания. Подойти ко второму, чтобы оно явилось к нам сюда, и мы благодаря ему испытания некоторые переживаем. В этих терминах они говорят не о втором сознании, они говорят о бессознательном. Они о бессознательном. Ты их разделяешь все-таки как два сознания, а они разделяют как сознание и бессознательном. Да, они говорят как о бессознательном. Ты-то все-таки имеешь в виду, что каждый из них представляет собой некую цельность, как субъект, да? Пусть один, пускай, является ребенком, а другой, как бы, взрослым, это не существенно. А они-то говорят, что субъект разбит, да? На как бы, на сознательность твоих составляющих и бессознательность. Ну, для меня это не очень важно, хотя тоже в этот полезный подумать. Но, тем-менее, вот такая вот эта самая ситуация. То есть ты при помощи его обходишь. Вот твоя функция, так сказать, в том, чтобы обойти вот такие контролирующие механизмы как бы первого сознания твоего способа. Ну, а всякого рода это массовые мероприятия. Знаешь, есть же понятие массовое сознание, когда толпа собирается и она становится буквально как некой бессознательной силой. Потому что там происходит какие-то неведанные вещи. Да. Это как объяснить. Смотрите, я на чего хочу, что ресурсы второго сознания никогда не игнорированы нами полностью. Мы действительно чувствуем другого человека. Мы действительно обладаем свойственной эмпатии. Но мы как бы, наше вот это свойство чувства другого человека, оно отраследовано. То есть первое, отраследовано вторым сознанием. Вот расстановки и прохилингер. Ты же тоже входишь в ситуации, нормальные ситуации, нам вот эти все чудеса, которые творятся при восстановке и прохилингере, они нам свойственны. Но ты когда хочешь вот такое специальное измерение сознания, тебя рискнул за слабого. Это моя диапазь, что в восстановку и прохилингере люди входят в сто раз. Там, на самом деле, отказ от... От сверия. Да. То есть, ну как бы, не полное, но в каком-то отношении подчинение. Но при этом, ты ослеживаешь сознание, ты можешь себя это интерпретировать. Ведущим ты ведущим. То есть, получаешь какую-то информацию, а первое сознание может его высказывать и интерпретировать. Но с другой стороны, опять, я напомню вам, что прохилингера первое сознание, вот это, то есть, собственно, человеку ничего не говорит. Он просто действует некоторые поступки. Это опять та же ситуация, что при пальцовом сигнале, ровно та же ситуация, что у нас первое сознание сильно связано с вербальной функцией. Как только у тебя в действие вступает вербальная функция, она эту ситуацию разрушает. Да? Казалось бы. Поэтому важно встать, посмотреть, как раз вот с этими жестами и всем этим положением. А именно в пространстве. В пространстве, да. Мы связаны гораздо меньше, и мы расстаемся в этом. То есть, сигналь пальцевый, здесь как раз именно сигнальный пространственный, как люди поворачиваются в пространстве друг к другу. Да, типичный пальцевый сигнальный, кстати. То есть, более сложный. Похож, да. Очень более сложный. Ну вот. То есть, вот это… Вне ищевые способы взаимного отношения. Да. Ну вот. Это вот такова ситуация. Я не знаю, как со всем этим делом работать. Действительно, сложность стиха Сергея Шестакова, Леосипа Мандельштама на это дело положить. Но есть полное ощущение, что удается построить негуманитарную, как я говорю, философию религий. Не только религий. Просто Микол строит негуманитарную… Философию. Да, если так можно увидеть. Негуманитарную философию. Как бы науку она не тянет, как на отдельную научную дисциплину. Да. Так же, как и психоанат, собственно. Да. А вот такое… А вот на некое объяснение… Да, на некое объяснение. И очень важно, что мы теперь, благодаря покинувшему нашему анамотодоксу, да, Эдбулату, который ему написал, понимаем, что на самом деле, о том, что философия является комментарием Платона, что это является, скорее, большой проблемой философии, о нее достижении. Это не то, чем стоит говниться. Но это то, чем стоит преодолеть. Наверное, просто тут есть весть, что философия, преодолевающая такую философию, перестанет быть философией. Да. Но это не гуманитарная. Моем он исследует, может быть, назвать, не знаю, каким-то другим словом. Например, метафизика. Там в смысле, что метафизика все-таки это то, что после физики. И физика есть как бы нечто другого. Не физика. В смысле не физики, но она все-таки и не гуманитарная, она и не поэзия. Нечто такое. Вообще говоря, на самом деле, философия, ну, определенный момент, она вообще была ругательной. Называется философия, она была как-то там неприлечной. Сейчас вроде как возвращается опять эта традиция. Ну вот, по крайней мере, мы видим, что из сферы философии мы можем использовать естественно-научный подход. Ну, мы давно это подвигаем, на самом деле. Потому что, в каком-то смысле, феноменология нашла с того, что она попыталась философию сделать как строгая наука. В этом есть некий нонсенс. Да, философия как строгая наука, это соединить философию и науку, это невозможно. Поэтому, тут возникло как бы некое другое понимание, что есть некая феноменология, да? И вот она как бы вроде с одной стороны научная, а с другой стороны философичная. Да, но в феноменологии самое что забавное, что она осталась в том, как по предыдущему был интернет-проходу. Ну, потому что ей некуда деваться. А вообще говорить о феноменологии, по своей сути, это некая опора на опыт. Ты же опираешься на опыт, понимаешь? И можно двинуться в ту сторону, да, в сторону гуманитарного. Но его полный опыт, как бы, она вот такая кажущаяся. Я как раз считаю, что феноменология это одна из разновидностей. Не, ну, если брать феноменологию конкретно Гусера, наверное, это так. Но если брать феноменологию по сути, что такое феноменология? Она же началась с Декарта, когда Декарт сказал, что надо опыт. Взять опыт, да, и опыт рефлексии. Взять опыт сомнений. И основывался на нем. То есть основывался не на высказываниях каких-то, да, не на каких-то там доводах, а просто основывался на опыте. И это началась с феноменологии. А уж потом она там была феноменологией Гегеля, феноменологией Гуксера, феноменологией Хайди. Каждый раз формы разные, а суть-то одна и та же, что это всегда есть опора на некую, как бы, на некий опыт. Да, вот есть некие феномены, как бы, да, и вот эти феномены, каким-то образом, в логике, в какой-то логике феномен, да, они исследуются. Так вот, ты тоже взял некие феномены, да, феномены шаманизм, там, столкнищество, там, не знаю, там, приемы наркотиков, там, камлани, алкоголотропные, но есть какие-то феномены, которые, в каком-то есть некое общество этих феноменов. Да, но... И ты попытался быстро некую эмбирическую теорию, я даю вас... Уже внимание, что я взял с содержательной стороны. Ведь феноменология берет эти феномены, в смысле, Гусселя, да, просто как абстрактная вещь, просто как некую абстрактную вещь. Прогласен. В этом смысле это обычная платонская гуманитарная феномена. У Гусселя, да, гуссель, который за ним... У Гусселя может быть, но вообще, говоря, феноменология по своей сути, это просто опора наукра. Иначе, говоря, это попытка сделать философию как строгую науку, как науку, которая обосновывает свои J Story. Физика, например. Она физика... Можно назвать, что она феноменология? Да, можно. Да нет. Физика является феноменологией... В смысле Гусселя нет. Но не в смысле философии. Физика является феноменологией, но не философией. Физика есть физика сама по себе. Но это разговор о словах общаться. Да, это разговор о словах. Просто я к чему выражу? Я считаю, что феноменология, ну это действительно может быть разговором слова, я считаю, что феноменология началась с момента того, когда философия стала опираться на опыт, придумала некий философский опыт, опыт рефлексии или самосознания, и попыталась на основе этого опыта выстроить знание. И потом это Кант основывается на опыте, Гегель, Фихт и все это. Гайдегель основывается на опыте, Гусер. Это на самом деле в некотором отношении попытка применить понятие научности и философии, вот насколько может философия быть научной. Даже на конце концов, даже если взять уже такие примеры, как Маркс, опять же, да? Да, да. И когда ты говоришь, начинается осуждение, что значит она будет научной, то ты оказываешься в ситуации гуманитарной философии. Нет, это понятно, что всегда здесь есть такая проблема, как мы каждый раз сваливаемся в гуманитарную философию. Естественно, потому что, а почему? Потому что есть некая традиция. Когда ты говоришь, что физика должна быть наукой, то так кажется ситуацией гуманитарной философии. А когда ты пишешь мнение Максу, вот так занимаешься физикой? Нет, вопрос состоит от того, что есть разница все-таки, несмотря на феноменологичность и физики, и философии, и существенная разница, конечно, да. Потому что физики опыт, если можно так сказать, объективный, да, он не зависит от каких-то там субъектов, которые его ставят. Да, можно в конце концов, это то, что называется повторить опыт, да, есть некая повторяемость какая-то, общезначимость есть некая опыт. А в философии такой общезначимости нет. Один скажет, у меня опыт такой, другой скажет, у меня опыт другой. Понимаешь, и тут можно бесконечно спорить, но опыт разный, и что тут сделаешь? То есть, здесь только может быть интерсубъективная значимость, и интерсубъективная значимость, это значимость всегда определенного ограниченного коллектива. Вот, допустим, как коллектива христиан. Для них, на самом деле, этот опыт столкничества, молитвы, поста, он для них является общезначенным. Ну, другой какая-нибудь практика, допустим, шаман, он скажет, что тут как-то они неправильно, если надо действовать по другому. Для них, для шамана это будет непонятно, а для, например, светского человека это покажется сумасшествием, понимаешь? То есть, есть некая все-таки разница, конечно, в феноменологичности науки, феноменологичности и философии. Потому что философия, ну, действительно, это другой образ занятий. И поэтому, когда ты говоришь, а мне кажется, ты начал с того, что она не гуманитарна, не гуманитарна, но может быть основана только на феноменологии. Но феноменология неудачное слово. Может быть неудачное. Я пытаюсь просто наставить на терьме, но это, конечно, все терминологическое. Суть вопроса, это просто в опыте. Просто когда ты берешь основываться на опыте. Да, на опыте, правильно. Опыт, вот, когда он такой абстрактный, как есть у Гегеля и Бюцеля, тогда это вот феноменология по слову, оно, почему плохое? Потому что сразу же за ним Гегель, сразу же за ним Гегель. Да, согласен. И ты когда говоришь, у тебя сразу же к ним. Согласен. И ты его совсем это и... А ты предлагаешь новый слой? Ну, а чего? Нет, слово «наука» занято. А естественная научная философия, например? Естественная научная теория? Ну, я не знаю, как. Ну, естественная научная, во-первых, нельзя. Ну, мы тоже заняты. Все.